Стримил 100 дней подряд, что из этого вышло. Проблема Твича. Привет, и если вы хоть немного сидите на Твиче, то вы согласитесь со мной... Нет, Твич хуйня полная, никому не советую сюда приходить. Говорю вам это не потому, что... Ну, не подпуская конкурентов близко, а просто потому, что, ну, искренне не надо здесь сидеть, ребята. Лучше стримить на других платформах. В том, что сейчас начинающих стримеров стало слишком много. Они лезут буквально из каждого угла. Ну и вот я, ваш герой, хочу вам рассказать, что будет, если стримить 100 дней подряд и какого успеха вы добьетесь. А может и нет. Ну и давайте начнем с большого вступления. Все вы знаете такую площадку, как ТикТок. И у меня создается такое впечатление, что в последнее время это стало не площадкой для создания юмористического контента, а площадка для нарезок стримов как раз-таки этих начинающих стримеров. Сказать, что это полный пиздец, это ничего не сказать. Только я захожу в ТикТок, я сразу вижу отборный контент с кая подобных стримеров, которые пытаются пробиться на Твиче. Но зачем же они это делают? Давайте попробуем в этом разобраться. Скажу вам сразу, что в этом ролике пойдет речь именно про КС стримеров и чего я добился стримя КС 100 дней подряд. Потому что сам я стримлю именно контру, и из-за других категорий стриминга я в принципе не шарю и не имею понятия, что вообще в них происходит. Ну и перед тем моментом, когда мы начнем разбираться, стоит ли стримить, насколько это влияет... Не стоит, ребята, стримить не надо! Конкуренцию поднимать не надо! ...какие есть плюсы или минусы, я хочу вам рассказать или попробовать понять с вами вместе, почему все люди сейчас так упорно лезут стриминг, особенно в сфере КС. Сейчас идет речь именно про новеньких стримеров, и вот вам несколько причин, которые я считаю, на мой взгляд, уместны в этом вопросе. Я не исключаю от того факта, что некоторые люди вдохновились кем-то и тоже хотели стать стримерами. В принципе, мы такое одобряем, главное, чтобы эти люди не забрасывали это дело и шли просто дальше. Но сижу я на Твиче достаточно давно, и давайте попробуем окунуться в реалии. Таких стримеров, дай бог, процентов 25-30 от всех новых стримеров Контры. Сейчас люди начинают стримить не из-за вдохновения, не из-за того, чтобы стать популярными. Ради бабла. А из-за ебучих рекламных баннеров. Ну да, факт, факт, факт. Причем, когда они сидят, в какой-то момент они такие... Ебать, полный пиздец, Пиздец, давайте-ка пойду по легкой дорожке, пойду просто крутить онлайн. Ну, что вы понимали, на самом деле на Твиче очень много чолов, которые крутят онлайн. Прям овер дохуя. Минус 2к зрителя, его видишь, даже мне, видимо, крутят онлайн. А самое забавное, что, блядь, только перестал челик, снял ролик про накрутку и этот долобоев вернулся. Я, причем, не понимаю, зачем он пытается это сделать. Типа, ха-ха, зацените, смешно. Нахуя, ты ебанат? То есть, он братишка, но сидел, помните, крутил. Зачем? Ну для чего? Я еще понимаю, там, знаете же, другим, другим каким-то кентам, которые, было 6,5к сперва, блядь, реально было 6к, но это 100% накрутка, чуваки. Это миллиард процентов. Там, говорю, там прям 100%. А я не понимаю, нахуя он это делает. Ну, я искренне не понимаю. Блядь, я думал, что ты популярный. Не-не-не, говорю, ну, типа, у меня сейчас в ремье, ну, там я должен сидеть, ну, где-то сидит, наверное, 4000, я думаю. Ну, 6, блядь, нет, вряд ли. Это слишком что-то неадекватное. Вот 4 звучит, в принципе, адекватно. Но, блядь, не, сука, не 6. Это что-то вообще пиздецовое. Так что 100% 6 это накрутка. Но я свою статистику знаю, поэтому это полная хуня. Я, причем, не знаю, нахера он пытается это делать. Для чего? Попробуй объяснить. Ты мог ботов отправить на что-нибудь другое. Допустим, на дудос, сука, серверов по доте, и я переливаю ммр, это полезнее. Что это такое, и как это вообще влияет на людей и движет ими стримить контру. Итак, я думаю, вы сидели на твиче, и все прекрасно знаете, что такое эти рекламные баннеры. Сразу говорю, что в рекламных баннерах нет ничего плохого, и это совершенно нормально, когда рекламодатели заказывают рекламу у стримеров, чтобы продвинуть свой какой-либо проект. Проблема заключается совершенно не в этом, а то, что эти пользователи твича, которые никогда не стримили, просто видят у других стримеров рекламные баннеры, и как-то видят, что у них хорошие скины в контре, и они, видимо, нормально зарабатывают. Но, естественно, представление в голове у них немного отходит от реальности. Они представляют себе так, что сейчас они начнут стримить, раскрутят себя в ТикТоке, у них будет много онлайна, и им будут платить миллиарды денег за рекламу. Но нет, друзья, так это совершенно не работает. Ну, кстати, это правда. Если вы думаете, что все стримеры зарабатывают миллиарды, вы крайне ошибаетесь, дорогие друзья. Безусловно, стримеры большие зарабатывают неплохие деньги. Действительно, очень неплохие для того, чтобы жить как минимум, ну, выше комфортного, наверное, да? Но это не какие-то миллиарды, о которых вы думаете. Дело в том, что добиться популярности... Триллионы? Да, да, это все правильно, триллионы. Я про это и говорил изначально. ...на твиче не так уж и легко, а я бы даже сказал, очень сложно. И небольшой вам спойлер, за 100 дней... Тот самый Дрэки с миллионом? Шо вы понимали, блядь? Подожди, он рассказал все-таки, что ему миллион заплатили? Он все-таки рассказал? Сука! БЛЯДЬ! Мне тебя наизбавили? А! Ты, блядь, откуда тебе инфа про то, что Дрэку миллион дали? А? Ты это, если вкидываешь, пруф-пруфай. Ты пруфани, если вкидываешь что-то. Понял? Так нельзя. Друзья, ты чё думаешь, что я так, ты, я-то, пруфани? Стриминга я не добился практически нихуя. Хотя я тоже старался продвигать себя в ТикТоке, как-то удерживать аудиторию, общаться со своей аудиторией, в принципе, то, что и делают все стримеры сейчас. И теперь у вас возникает логичный вопрос, а почему ты тогда засираешь начинающих стримеров, если ты сам, по сути, являешься таким же? И нет, друзья, скажу вам так, что я начинал стримить далеко не из-за этого. Начал я стримить именно на Твиче в далеком мае 2020 года, когда про рекламные баннеры я в помине вообще не знал. А, вы про донаты? Да, 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 ну про донаты, да, всё правильно, да. Да, я про это и говорил. Просто подрубал, играл ебучий Fortnite по фану и всё. Просто мне нравилось общаться с людьми, общаться со зрителями своими и создавать какое-то своё комьюнити. Ну а большая часть многих стримеров идут на Твич именно за деньгами. Следственно, чтобы прийти к этим деньгам, им нужно неплохо раскрутиться. А чтобы неплохо раскрутиться, нужно брать пример с тех, кто уже смог это сделать. И все кейсеры почему-то сейчас берут в пример SkyWay Волкера. Ну, точнее не все, а большинство. Но почему же так происходит? Ну, во-первых, потому что сейчас у него самая такая большая волна хайпа, и он просто реагает в паги, и его смотрят люди. Это круто, но SkyWay... Ну да, так это прикольно. Это причём самое халявное, что может быть вообще на Твиче. Сидишь, играешь в игрушку, особенно, знаете, какую-то соревновательную, которая просто вот вечно жива. Сидишь, играешь, иногда ноешь, тем самым делая контент. Всё! Кайфарик! Но такого не будет, потому что надо понимать, что SkyWalker всё-таки поднялся не с нихуя. Всё-таки, ребята, хотите вы там пиздите на ТикТоке, нарезке, но они очень помогают поначалу. И когда он появился, все такие, ебать, что-то новенькое, вот это анимешное хрень в левом верхнем углу, такое поведение довольно интересненькое, и всё, люди пришли смотреть. Сейчас же дохуища подражатели. Я не понимаю, почему люди думают, что если вы будете повторять, ну, за кем-то, у вас получится, ну, так же. Наоборот, не пытайтесь повторять за кем-то. Пусть вам говорят, что вы ёбаный долбоёб, кринжовый, мудак ебаный и так далее. Пусть у вас не будет получаться долгое время. Рано или поздно получится, у вас всё будет пиздато. Ну, то есть, это же классика. Ну, естественно, чтобы они гребли деньги с рекламы баннеров. Ну, либо второй вариант, кому-то подсосаться. Вот кому-то подсосаться, это тоже, в принципе, довольно успешный вариант. Сразу говорю, ко мне посасываться не надо, ребята, у меня слоты заняты. Каких-либо. Но, естественно, реальность не соответствует представлению людей. И чтобы им раскрутиться на Твиче, им, во-первых, нужно очень много сил, чтобы дойти хотя бы до 100 стабильного онлайна. И чаще всего для них это потолок. И то, за эти 100 онлайна особо денег им много никто не заплатит. Естественно, эти люди разочаровываются и больше не хотят стримить. В большинстве своём они забрасывают это. Но зачем же сейчас я вам всё это рассказываю? Я подвожу свою мысль к тому, что не стоит идти на Твич за деньгами. Это самая большая ваша ошибка. Стримить стоит ради вашего удовольствия. Если вам нравится это делать, нравится общаться с людьми и вы хотите создать своё комьюнити. Факт. Пацан говорит правильные вещи. И главное, чтобы это было вашим приоритетным желанием на фоне остальных. Я думаю, мой посыл вам понятен. И давайте теперь расскажу, что я добился стримить 100 дней подряд. С нулевой хочу сказать, что... Ну, вероятнее всего, что перегорел. Потому что, ну, 100 дней подряд стримить это очень тяжело. Прям очень тяжело. Стримить ради своего желания и в дальнейшем рассчитывать на заработок совершенно нормально. Предыдущий пункт был про тех людей, которым не нравится стримить от слова совсем. И они просто хотят заработать на этом денег. Но это так, чисто к слову, чтобы ко мне потом не было никаких вопросов и обид от стримеров, которые только начали. Мой 100-дневный челлендж начался в начале февраля 2024 года, а закончился в начале июня, также 2024 года. В эти дни я стримил каждый день. Были, конечно, уважительные пропуски, но... А, с проб... Не-не, подожди, ну вообще без пропусков. Не меняет того факта, что пропущено было не больше 5 дней. Я думаю, у всех бывают моменты, когда возникают какие-то важные дела, и стримить вы просто не можете. Поэтому прошу меня за это не ебашить палками, в принципе, это нормально. Ну и сперва мы затронем то, чего я добился, а после я вам расскажу, какие есть плюсы и минусы, чтобы вам легче было разобраться, начинать вам стримить или нет, если это есть в ваших планах. Ну и вот она, наверное, самая интересная часть данного видеоролика. Наконец-то я, блять, закончил лить эту воду и уже перешел к итогам. Для начала я вам хочу показать сравнение статистики стрима первого дня марафона и последнего дня. На первом дне марафона было все пиздец плачевно, мой средний онлайн был 0, максимальный 4, и 0 человек за стрим на меня фоловнулось. Хочу подметить, что стрим был... Ну это, кстати, не так уж и плохо. Типа, хотя бы чувака замечали, это уже хорошо. Я помню, какой-то чел тоже снимал про то, как стримил неделю, у него в первый день вообще ничего не было, просто вообще. У него там, ну, 0 зрителей. Просто 0. Четырехчасовой, поэтому учтите это на будущее. Ну а сейчас вы видите статистику стрима последнего дня марафона. А, так ебать хорошо! Чтоб вы понимали. Реально ж стало неплохо. Я говорю, я вспоминаю того чела, у него вообще 0 было. У него, по-моему, только один чел какой-то появился, он с ним подружился, а потом он тоже исчез. Не помню, как назывался тот канал, который мы смотрели, но он снимал, по-моему, видос где-то полгода назад или год. Чё-то такое. Ля, офигеть, так это реально хороший, очень хороший результат. ...который был 30 мая. Как вы видите, ситуация здесь намного лучше. Средний онлайн за этот стрим был 11, максимальный 20 и 12 человек за стрим на меня фоловнулось. Учтите также, что этот стрим был двухчасовой, поэтому просто замножайте это количество на 2, ну или если вам надо точное число прироста, то просто там делите, умножайте, короче, блять, как-то это делайте. Ну, с трансляцией понятно, а что же по фолловерам? На экране вы видите мой первый день марафона, и на тот момент у меня на канале было 158 фолловеров. Ну начинающий. И эти 158 человек я набирал 4 года, друзья. И вот 30 мая, последний день марафона, и у меня уже 1100 фолловеров. И аватарка сменилась. Подожди, и это без тиктоков, без нарезок, это просто ты стримил? Так на самом-то деле это довольно хороший результат для начала. Это прям хорошо. Ну слушай, красава. Не обешу, то говорю огромный тебе респект. Но стоит подметить, что я не только стримил, но я также выкладывал тиктоки и снимал... АААААААААААААААААА Все? Я думал он без этого. Все, вопросов нет. Все, все, теперь я понимаю. Все. На YouTube и пытался как-то раскрутить свой твич-канал, а точнее... И правильно, дефолтный вариант, дефолтный вариант. И перелить аудиторию с одной площадки на другую. Потому что просто надеяться на Twitch и ждать, пока тебя закинут в рекомендации, это просто, ну... Ну да, 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 я говорю, я поэтому удивился, что он без всего поднялся, оказывается, все-таки именно с тиктоком и нарезками. Ну, в принципе, тогда ожидаемо. Я думал, что вообще без всего. Вот я вам и показал то, чего я добился за эти 100 дней стриминга, ну и давайте теперь я вам расскажу, какие плюсы и минусы есть в этом. И тогда вы сможете представить у себя в голове примерную картину, как все это выглядит и каково это стримить каждый день на протяжении 2-3 часов. Этой частью видео я хочу помочь начинающим стримерам определиться с тем, стоит начать им стримить или нет. Но, скорее всего, эта часть подойдет только для тех, кто сомневается в том, начинать, не начинать, стоит, не стоит и тому подобное. Но все-таки хотелось, чтобы вы придерживались золотому правилу, хочешь, делай. То есть, если вы хотите начать стримить... Да, это факт. Вот эти моменты из разряда, я не знаю, хочу ли я. Да, вот особенно, когда приходят ко мне или с другим чувакам, постоянно этот вопрос. Я не знаю, хочу ли я. Вот можешь посоветовать что-нибудь для начала? Что тебе посоветовать? Начни просто. В плане стримов, я не знаю, стрим это одна из самых распиздяйских медиа деятельностей в интернете. Ну, объективно. Легче стриминга нет ничего. Сука, даже тиктоки делают сложнее. Че здесь сложного в стриме? Ты запускаешь, пиздишь микрофон. Ну, то есть, опять же, да, субъективно, потому что я, допустим, человек довольно, ну, такой на экспрессии постоянно, постоянно пизжу, работаю ртом и так далее, могу что-то сказать. Есть люди довольно такие закрытые, которые им сложно говорить. Но, лично для меня, стрим это одна из самых распиздяйских, блядь, медиа деятельностей. Тут вообще не нужно усилий. Просто сидишь, открываешь ротик, бе-бе-бе-бе-бе-бе, делаешь и кайфуешь. Все. Все. Тиктоки делают сложнее, чтобы вы понимали. Ютуб делает сложнее. Ну, Ютуб вообще никакое сравнение не идет. Поэтому, ну, если вы не можете, ну, не знаете, с чего начать в плане стрима, ребята, у меня для вас супер плохие новости. Возможно, это вообще не ваше, потому что, ну, если вы такие сидите, блядь, я не знаю, блядь, с чего начать, ну, тогда хуй знает. Вы же можете пойти поссать? Вот это то же самое, что запустить стрим. Тримить, если вы горите к этому, если у вас есть собственное желание, то начинайте, пробуйте, никто вас отжидать за это не будет. Ну, да, факт, факт. Просто, ну, типа, если вас сразу не хочется, то забейте хуй. Зачем себя пытаться заставлять? Ну, и давайте начнем с плюсов. Первый и самый главный плюс то, что вы обретаете новые знакомства, создаете свое комьюнити. Это факт. И это, на самом деле, очень интересно. Плюсом вы развиваете себя как личность. Это безумно интересно. И это поможет вам в жизни в дальнейшем. Весь ролик я говорил вам про то, что, типа, весь ролик я говорил про то, весь ролик я говорил про заработок начинающих стримеров, но, тем не менее, если вы реально горите этим и что-то у вас в этом-то получится, то вы можете рассчитывать на деньги за ваше хобби. Ну, и по возможности в дальнейшем переделать это хобби в вашу постоянную работу. Ну, да. А главное, в такую работу, которая вам будет нравиться, и вы будете ощущать себя в зоне комфорта. Ну, и давайте с вами поговорим про минусы, потому что все-таки без них никуда. И первый минус, это если вы реально хотите чего-то добиться, то вам будет не до пизды на то, что у вас, допустим, падает актив, и вы будете ловить частые выгорания по поводу того, что вы делаете что-то не так, будете пытаться анализировать свои ошибки и тому подобное. Ну, а в этом случае я хочу вам показать очень интересный график, который работает не только со стримингом, но и со всеми, в принципе, новыми вашими начинаниями. Итак, мы видим... Типа, когда ты начинаешь, у тебя сразу идет успех, потом получается стагнация и сложная работа, а потом опять успех? Это определенные точки роста и шкалу этого самого роста. Вы начинаете путь с какой-то определенной точки, и это уже зависит от того, есть ли у вас знакомые, которые могут вам помочь в стриминге и так далее. В любом случае, если вы как-то стараетесь себя продвинуть, переливаете аудиторию и так далее, то вы сначала будете потихоньку расти. И в определенный момент у вас случается спад, но после этого спада опять же приходит возрастание вашего прогресса, только уже на более высокий уровень. И таких циклов может быть бесконечно, и в тот момент, когда вы уже войдете в тему и начнете улучшать свой контент, свою подачу и так далее, вы стреляете. И в случае с Твичом, именно в этом моменте вам нужно стараться удержать вашу аудиторию какими-либо способами. Ну и... Ля, капец, ну хорошо понимает, как все работает. Я что-то даже удивлен, учитывая, что у чувака вообще, судя по всему, опыта-то особо нет. То есть он, ну, на Ютубе маленький, на Твиче, вот буквально не только-только-только-только недавно. А не, подожди, он же говорил, 4 года делал контент, у него за 4 года было 100 фолловеров. Нихрена получается, он прокачался буквально за небольшой период времени. Видимо, сел и такой, ебать, что-то делаю не так, надо, короче, подумать. Красава, красава. Тут у вас уже есть два варианта развития событий. В случае, если у вас это получается, то у вас идет дальше прогресс, в случае, если не получается, идет спад вашего прогресса. Второй минус это в том, что у вас остается меньше свободного времени. Рассказываю, как это было у меня. В 6 утра я вставал на учебу, шел на учебу, с учебы я приходил примерно в 3 часа дня, иногда даже в... Он 4 года стримит, ну да, я сейчас сказал только что, что он 4 года стримит. Я говорю, что он последнее время, видимо, осознал это и сразу начал искать ошибки. 5. После учебы я садился работать, после работы я запускал стрим и стримил примерно 2-3 часа. И после стримов примерно час уделял на ТикТоке и роликам на Ютубе, иногда это занимало больше времени. Заканчивался мой день примерно к часу дня, и 5 часов поспать с таким темпом работы это ну очень мало, и у меня возникали недосыпы. Из-за этого было еще больше выгораний, больше неприятных моментов и так далее, но тем не менее 100 дней я выдержал. Но если у вас больше свободного времени, чем у меня, то таких проблем у вас, естественно, не возникнет. И тут, к слову, стримить я не забросил, стримлю я до сих пор каждый день в 12 ночи по московскому времени, можете подписаться на мой твич-канал, будет очень приятно. Там я играю в фейсит и общаюсь с чатом. Также можете подписать... Короче, не знаю, довольно базированный ролик, все очень правильно сказал, мне даже говорю, мне докопаться не до чего. Ну, все по факту сказал, я согласен буквально вот со всем, что он говорил. Ну, где-то, возможно, да, я там дополнил от себя и то мысль, которую он и так вкинул, ну, ту же самую. Но в целом, просто идеальный ролик в плане мнения. Я с ним прям полностью солидарен. Вообще, ну, 100 из 100. Ну, то есть, говорю, я максимально, вот сами слышали, я добавлял просто от себя дополнительную такую информацию, потому что он говорит. По-хорошему тут вообще даже говорить нечего, ничего не надо лишнего. Красава, очень хороший видос.